Потребителей в городе нет, в ПГВС отключено 3 эвакуативные дома, срок устроения сегодня. Спасибо. Нет у нас вопросов, что мы их сегодня стояли? Ключи. Да, пожалуйста. В этом году, когда вы в ПГВС, нам нужно сказать, что очень большие пришли счета за отопление. С чем это связано? Могу сказать, обращайтесь на разбытку, мы диригированы им, ну или в пресс-службу нашу, вам ответить на все вопросы. Мы эксплуатацией занимаемся, я не могу ответить на все вопросы. Ларин Михайлович, поясните что-то. Здесь надо, наверное, смотреть, может быть, отдельно каждый квартирный дом, потому что те дома, которые обеспечены приборами учета, там не может быть каких-то выдуманных, скажем так, начислений. Поэтому разбираемся. У нас приборов учета не обеспечено, всего 16 домов, которые, в принципе, в перспективе тоже будут о приборе. Прошу отписаться. Да, Надежда. Здравствуйте. Я, наверное, уже не первая вам звоню. Я видела, что уже прислали пресс-релиз, но как бы разъясните мне по-человечески, пожалуйста, что это вообще произошло с этими платежками. Ну, если совсем коротко и совсем по-простому, то в декабре начислили тем, у кого есть приборы учета за 18 дней. И дальше что? Все остальное? Соответственно, приборы сняли по 18 декабря, скидывая по 18, и тем, у кого на МКД стоят приборы учета на отопление, кто рассчитывается по их показаниям, тем начислили за отопление за 18 дней. Соответственно, когда стали формироваться январские платежки, то людям насчислили по прибору учета с 1 по 22 января за период, и вот эти вот остатки с 19 по 31. А это вообще как бы законно? Ну, а в чем? Что вас означает? Ну, не знаю, просто, может, людей рассчитывали там заплатить в одном месте, только в другом, вот там примерно столько же оказалось, что в другом месте пришло. Ну, когда потребляешь от прибора учета, то сколько прибор покажет, столько и выставляется. То есть, как раз он планирует, то, возможно, относительно. Ага. Вот. А паспорт? Теперь все время съем будет с 22 по 22. Ага. То есть, это переходный момент, его надо было как-то пережить. А сами ставки там не увеличились? Нет, тарифы с июля не меняются, то есть, они устанавливаются надо с 1 по 1 января. Норматив, соответственно, тоже норматив остается тот же самый. Кроме вот этих вот 12 домов, у которых повышающих эффективно полтора. А вы вот предупреждали людей, что будет вот так вот? Нет, те, кто обращался по поводу того, что им мало начислено в декабре, а какие были, они, конечно, были в курсе. Старшие по домам, которые получают копии отчетов по работе, которые получают тоже в курсе. Просто у меня мама старшая по дому, и она тоже не знала, она сегодня ходила разузнавать. Никто не знал. Нет, там просто в отчете, в отчете по прибору написано, с какого по какой он снят. В любом отчете, в любой распечатке. Ага. Средственные организации их всем предоставляют. Старшие по домам или там, в зависимости от, какая форма управления. Ну, может быть, вам вот, когда в следующий раз будет вот такая же схожая ситуация, хотя бы через СМИ объявлять, чтобы люди были готовы? Да, мы учтем, пожелаем. Ага. Ну вот, ладно, спасибо большое. Да, не дошла. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...